Шалом, дорогие друзья, с вами Яков Штагин. Давайте немножко поговорим преднедельную главу Итро про получение дарования Торы. Написано в главе, что евреи подошли к горе Синай как один человек. Не было ни капли ненависти, агрессии, зависти, никаких обид. Они все были как один человек и поэтому они смогли получить Тору. Давайте обратим внимание. Мы знаем, что в зависимости от статуса человека, от уровня святости, от его заслуги, он получал свое место на горе Синай. Великий пророк Моисей пошел дальше всех, пошел на небеса. Потом был первосвященник Аарон, потом другие священники и сзади стоял весь народ. У каждого было свое место в зависимости от его духовного уровня. Как такое может быть, что каждому человеку дали какое-то место, какую-то границу, сказали ему, тебе туда нельзя, ему можно, а тебе туда нельзя, а ты, первосвященник, можешь идти дальше всех. Как такое может быть, что не было зависти? Все эти люди были замотивированы получить Тору. Они это жаждали больше всего на свете. И им говорят, ты стой тут, тебе туда нельзя, ты чуть-чуть дальше, но тоже знаешь свое место. Почему не было зависти? Говорят на наши мудрецы, что они достригли такого уровня упования и веры в Творца, что какая вообще может быть зависть? Он стоит ближе к горе Синай, ближе к Творцу где-то там. Ну хорошо, я за него рад. У меня есть мое место, у тебя свое место. У меня своя задача в этом мире, у меня свое справление души, моя миссия. Какая мне вообще разница, где ты находишься? Я иду к Богу, я иду получать Тору, я счастлив. Они были настолько вот духовно развитые люди, что не было никакой зависти, ненависти, конкуренции. Ты побежал к Богу туда, ты ближе стоишь, как чудесно. Ты получишь Тору, вот, и ты немножко ближе будешь к Богу, географически, физически, ты ближе к горе Синай. Как я за тебя рад, ты сможешь с Богом коммуницировать? У них не было ни капли зависти, потому что их духовный уровень позволял понимать у каждого человека своя миссия, у каждого свое место, и они были рады и счастливы получить свое место после горы Синай. И неважно, кто ближе, кто дальше, мы идем вместе к Богу. Какое же это большое счастье?